Итак, завершилось первое отделение. Мы сегодня смотрим с вами балет Арама Хачатуряна Гайне в исполнении артистов театра оперы и балета Армении. Театр, который сейчас носит имя Спиндиаряна, а я с детства помню, что для меня это театр имя Спиндиарова, конечно же. И вот сейчас у нас в гостях директор этого театра Андроник Арзуманян. Андроник Робертович, очень хочется просто узнать о том, как живет ваш театр последние, скажем, 20 лет. Театр, который был основан в 30-е годы. Вот это замечательное здание, одно из красивейших в Ереване. Было, во всяком случае, в пору моего детства, я давно не была в Армении. В 56-м году театр стал академическим. Вот как вы живете в последние годы, как вы решали проблему? Ну, не секрет, что, в общем, и экономические трудности у Армении были, и, вероятно, они сохраняются. И опера, и балет – это все-таки такое искусство, которое требует определенных вложений. Как вы справляетесь? Как живет театр сегодня? Ну, сперва, во-первых, мне хочется вас поприветствовать и пригласить, пользуясь случаем, еще раз в Ереване. Так как я понимаю, вас давно не было в нашем красивом городе. Вы правы, наш театр очень красивый и имеет большое значение абсолютно как для города, так и вообще, наверное, для всего армянского населения. Но не секрет, что произошли какие-то изменения экономические и политические изменения у нас в стране. И, в том числе, и наш театр тоже, наверное, потерпел какие-то внутренние тоже свои изменения. К сожалению, того напора внутри нашего театра на сегодняшний день, который бы хотелось, и какой он был исторически, как был сложен, на сегодняшний день, конечно, его нет. Но в последнее время мы очень начали уделять большое внимание нашему театру непосредственно и благодаря нашему министерству культуры, непосредственно президенту нашей страны и его супруге, которая очень пристально следит и помогает нам с нашими вопросами. Вот я думаю, что наш приезд в Санкт-Петербург и в такой просто дворец искусства, как является Мариинский театр, это уже огромная для нас честь. И так как я общаюсь непосредственно с нашей труппой, я чувствую, какое у всех напряжение, какая ответственность здесь все связана. Ну и прием очень теплый. Вы знаете, вот у нас вчера был спектакль, и сегодня, когда я разговаривал с Ильей Ивановым, я ожидал, что, конечно, экзамен надо нам здесь сдавать перед публикой, которую видало многое, конечно. В том числе и балет Гайны, правда, в другой редакции. И в том числе и балет Гайны тоже. Но меня очень порадовало, так как, знаете, где-то около полчаса не отпускали наших артистов буквально со сцены, наши зрители. Огромное спасибо за это. А непосредственно, что касается наших изменений, ну, у нас очень большие такие грандиозные планы. Мы планируем, так как, ну, это не секрет, конечно, мы не можем себе позволить, наверное, сегодняшний момент всего того, чего нам хочется. Но вот прибывая к тем каким-то энтузиазмам наших артистов, каких-то наших спонсорских, значит, возможностей наших партнеров и так далее, мы планируем вот в этом году до Нового года завершить две примеры непосредственно оперы «Кармен» и, наверное, балет «Маскарад». И тогда наш театр будет, наверное, единственный в мире, который будет уже иметь вот этот рептих всех произведений Арама Хачатуляна, потому что на сегодняшний день мы имеем и «Спартак», и «Гайане», а вот «Маскарада» у нас на сегодняшний день не было. Это, я думаю, что неплохой показатель будет вот в этом году, так как я сам всего лишь возглавляю этот театр, всего лишь там третий-четвертый месяц пошел, поэтому для меня это, конечно, это все новшество. У нас набирается очень новая молодая команда, которая, я надеюсь, что возьмет вот этот флаг в руки и мы пойдем вперед, конечно. А вот можно подробнее, как велика балетная труппа, как велика оперная труппа, какой оркестр по составу, сколько человек? Оперная труппа у нас состоит, оперные солисты, я имею в виду, около 50 человек в оперном театре у нас. Также у нас где-то около 70 человек, это хор. Оркестр около 120 человек, то есть, в принципе, у нас коллектив немаленький, около 100 человек и балетная труппа. У нас вот около 100 человек, и сюда как раз приехали. Но мы видим, что два дня, два спектакля и два состава исполнителей, причем они равнозначные, они сильные, и первый состав, и второй состав, они одинаково сильные, прекрасный совершенно кардебалет. Как вы формируете свою труппу? Вот это воспитанники Ереванской консерватории или как-то еще что? Как вы собираете команду? В основном, конечно, это все наши воспитанники Ереванского хореографического училища, которое в свое время всегда и было при нашем оперном театре, всегда это находилось. То есть приглашенных артистов у нас на сегодняшний момент нет, мы все делаем своими силами. Очень много наших, понимаете, есть очень много наших хороших, очень танцовщиков, которые сейчас, к сожалению, находятся за границей. И как бы моя задача, одна из тех, тоже как бы больших привлечь к нам в наш театр. А выездные вот эти все гастроли, я надеюсь, только к этому будут способствовать. То есть надо поднимать вот этот имид, имя нашего театра, Дома международного, что мы будем пытаться, конечно, делать. Работать здесь над чем, я думаю, что наши критики, балетные критики поймут, я о чем говорю, но главное желание, я надеюсь, и упорство в этой работе. А что сейчас входит в репертуар оперной труппы, и что входит в репертуар балетной труппы? Вот помимо произведений Хачатуряна, о которых вы сказали, и помимо премьеры Кармен, которые вы готовите, что у вас есть еще? Ну, у нас есть опера, конечно, известная опера, наша национальная опера, это опера «Ануш». Также у нас классический репертуар наших опер, и «Травиата», и «Алекко», и «Аршак». Второй – это тоже наша армянская опера. Сейчас мы планируем возобновить еще несколько других тоже опер, которые раньше были в нашем репертуаре, но, к сожалению, из-за каких-то буквально архотехнических проблем они просто сошли со сцены. В балете у нас тоже также есть еще и Рома, и Джулетта. Вот сейчас идет работа над... Пытаемся сделать, во всяком случае, это наша такая идея, конечно, поставить это стоит, что это, конечно, средства немаленькие, это «Лебединое озеро». На нашей сцене «Жизель» у нас есть, ну, наверное, то есть опера «Тоска», но, наверное, тот классический репертуар, который бывает в академических театрах. А сколько дней в неделю работает театр? Бывают ли у вас дневные спектакли или только вечер? У нас, к сожалению, дневных спектаклей нет. И, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет детских спектаклей. А чем мы также вот работаем с нашим хореографом, наверное, вот он непосредственно, наверное, вам расскажет о наших планах. У нас до Нового года мы обязательно должны поставить, значит, два произведения волшебного флейту. И, наверное, «Шелкончик» мы тоже восстановим, чтобы до Нового года у нас были дневные спектакли, которые будут идти для наших детей. Но так как, понимаете, наш оперный театр – один из единственных таких вот залов у нас в Ереване, то, конечно, мы делаем какие-то и партнерские мероприятия с другими коллективами. То есть, в принципе, театр загружен у нас каждый день, то есть вечера у нас каждый день загружены. А насколько это доступно, предположим, с финансовой точки зрения? Вот сколько стоит сейчас билет в театр? Какой-то основой диапазон? Как часто себе рядовой житель Еревана может позволить поход в оперу? Ну, не секрет, что в разных странах это бывает по-разному, да? Иногда билеты в оперу стоят очень дорого, иногда это сравнительно небольшие деньги. Вот какова Ваша в этом плане социальная политика? Знаете, заполненность наших залов, конечно, составляет около… В среднем, конечно, я не имею в виду грандиозные какие-то, если у нас там представления или какие-то гости приезжают, то составляет около 80%, с учетом того, что самый дорогой билет у нас стоит около 20 долларов. То есть для… это я не считаю такие уж большие какие-то деньги. И по мировым, конечно, вот этим всем стандартам, по мировым ценам. Но с учетом экономической составляющей Армении, с учетом заработной платы наших жителей, конечно, и 20 долларов – это тоже, я считаю, ощутимое, конечно, у них какие-то вот эти затраты. Но люди любят, люди ходят. Надеемся, что мы больше и больше будем делать спектакли. Людям нужна новизна. Вот в чем все наши работы. Ну, не секрет, что во всем мире проблема классической музыки и проблема оперы – это то, что аудитория, к сожалению, становится все более возрастной. И основная задача – это расширить ее за счет привлечения более молодых поколений, за счет привлечения молодежи, за счет привлечения подростков. Вот как-то вы пытаетесь решать эту проблему? Вы знаете, мне очень радостно замечать, что я, когда смотрю на наш контингент, который в последнее время начал ходить в театры, что у нас больше и больше появилась молодежь. Наверное, задача любого театра – иметь какую-то воспитательную, тоже какую-то миссию. Поэтому сделать театр очень доступным, если я не побоюсь этого слова, наверное, каким-то модным местом время проведения для молодежи – это тоже одна из наших задач. Мы очень тесно сейчас начали работать с университетами, с вузами, находящимися в Армении. Восстановили нашу абонентскую систему, которая, к сожалению, была потеряна, что дает возможность и студентам тоже посещать. И я еще раз говорю, что меня очень радует, когда я смотрю в зале, что большинство, конечно, у нас молодежь начинает ходить. Сколько у вас абонементов? Что предполагает ваш абонемент? Это сочетание оперных, балетных спектаклей примерно, как вот здесь строится? Это полностью наш репертуар, то есть наши репертуарные спектакли. Абонементы мы работаем с Министерством образования, непосредственно, еще раз я повторюсь, с институтами и с университетами. Абонементы мы планируем где-то на 6 месяцев, 6-месячные абонементы абсолютно. Потому что, к сожалению, на сегодняшний момент мы не можем распланировать все наши мероприятия буквально по датам на год, на полтора года вперед. Конечно, это тоже надо над этим нам работать, что нам даст большую, конечно, перспективу. Еще мне очень хочется, у нас новый цикл какой-то пошел, наши выездные спектакли, потому что в наших далеких районах, в провинциях Армении, конечно, возможности вот этим нашим жителям отдаленных мест приезжать в Ереван и посещать театр тоже, это очень все сложно. У нас сейчас формировалась такая как бы выездная труппа, вот наша национальная опера «Ануш», которая очень любима у нас там в Армении. У нас уже запланировано где-то до ноября посещение около, если не ошибаюсь, там до 25, если не ошибаюсь, в нашей провинции, где есть как Маломальское какое-то, хотя бы представление об оперном театре, и будем там, наверное, стать, ну, сподвижники, будем все это начать с этого. А чисто технически, как это выглядит по логистике? Какой-то транспорт специальный, вы везете декорации, вы везете костюмы. Вообще, как велика эта выездная труппа? Выездная труппа наша состоит где-то из 60-70 человек. У нас есть наши автобусы, также при помощи, конечно, и Министерства культуры, которые нам обеспечивают на сегодняшний момент предприятие, необходимые для этого, то есть мы понимаем всю важность этого мероприятия. А декорации, конечно, минимальные, это не тяжелые декорации, само собой, мы туда не везем, мы везем декорации полегче. В основном, конечно, все это происходит под фортепиано, поэтому мы имеем возможность сделать абсолютно новое представление, которое рассчитано на небольшое количество артистов. Ну, вы действительно подвижники, а вот будем считать, что это такие зарубежные гастроли уже по нынешним временам, приезд армянских артистов в Петербург, конечно, это зарубежные гастроли, это иностранное государство. А еще какие у вас гастроли бывают? Ну, во-первых, я еще раз хочу сказать, что приезд в Петербург, это, наверное, мечта любого нашего артиста, приехать в Петербург, я вчера общался с нашими артистами, сегодня общался, вот после вчерашнего выступления, когда они радостны, со слезами, говорили, была наша мечта, мы поклонились, у нас был поклон на сцене Мариинского театра, это уже, наверное, все сказано, понимаете, вот эти все ощущения. В дальнейшем у нас есть поездки в несколько арабских стран, вот у нас в сентябре сейчас будет, мы поедем с балетом Рома Юджилетов в Катар, потом у нас будет балет «Спартак», наверное, в Йемене, и в Саудовской Аравии, может быть, конечно, потому что там сейчас ведутся переговоры в связи с тем, что надо изменять наши там костюмы, но все-таки страны очень такие тяжелые с этим связаны. Также мы планируем, очень может быть, где-то на будущий год, азиатская турная и латиноамериканская, сейчас это все в ходе переговоров. Спасибо. Прозвучал уже третий звонок, и мы сейчас отпустим нашего гостя. Я уверена, что он зря волнуется, потому что очень тепло принимает петербургская публика артистов, и надо сказать, что здесь, в зале сегодня и за кулисами много артистов Мариинского театра, артистов балета, которые пришли просто для того, чтобы, даже если не весь спектакль, хотя бы что-то посмотреть из-за кулис, потому что Гайне название дорогое для каждого воспитанника Академии русского балета. Но я думаю, что к этой теме мы еще вернемся в антракте. А сейчас я благодарю нашего гостя и надеюсь, что вы еще вернетесь в Петербург. Мы тоже надеемся. Спасибо вам огромное, и удачи всего. Спасибо. Ну вот, завершилось второе действие балета Гайне, и я с удовольствием представляю вам своих гостей. Это автор этого балета Вильям Галстян, то есть человек, который создал хореографию этого балета и создал его либретто, и балетный критик. Балетный критик и преподаватель, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории Олига Ванна Розенова. Так что вот будет интересно нам сейчас пообщаться с авторами и критиками, потому что я говорила о том, что судьба у балета Гайне довольно сложная. Начинало все с балета «Счастье», как я помню, написанного в 1939 году и показанного в Москве на национальной неделе. А затем композитор стал его перерабатывать. Была первая, вторая редакция. Всего существует три сюиты из балета Гайне. Менялась либретто, менялся сюжет. Но вот та версия, которую мы смотрим сегодня. Я правильно понимаю, что вы создали этот балет еще 40 лет назад, в 1974 году, и вы были первым Арменом? 40 лет назад. Страшно подумать. Да, такое было. Все создавалось с Арамом Ильичом совместно. Он меня вызвал к себе домой в Москве. Сказал, что я хорошо танцую его музыку. У меня два номера концертных было. Это «Танец с факелами» и «Танец с саблями». «Танец с факелами» – это то, что вариация, да? Сейчас вариация Армена. Да. Вариация Армена. Но я танцевал голый, бронзовое тело, в руках факелы. Несколько концертных вариантов. Я его танцевал в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. В этом варианте. Во многих странах мира. Было это как концертное исполнение. И «Танец с саблями» тоже. Но это была еще не ваша хореография. Это уже была ваша хореография. Была моя. Знаете, как-то с хореографами было очень трудно искать хореографа, который на тебя сделает номер. Приходилось сама. А чем я, они там подойдутся. Вот. Не далеко. Редко. Я же. Канисим его была. И да, я же тоже у Чебукьяни работал и обожал Чебукьяни как танцовщика. У него работал два года. И все-таки вас позвал к себе Хачатурян. Какой это был год? Это был уже 41 год. То есть 73 год, да? Да. 40 лет балету. Значит, 41 год. Как Арам Ильич. Меня вызвал домой. Сказал, что я хорошо чувствую его музыку. Я об этом не думал. Он сказал, будешь ставить Гайана? Я говорю, да. Балет не ставил еще. Первый балет. Сразу трех действий. Ну, как я осмелился сказать. Да, Арам Ильич. От страха. Он даже такой, как лев. Будешь ставить мой балет? Да, Арам Ильич. В тенчик. Перед Арамом Ильичом. Ну да. Тогда подумай. Тогда подумай. Либрета надо писать. Подумать. Да, я по Армении бегал ко всем писателям. Искать либретиста. Никто не брался из-за музыки. Говорили, Вилен, это музыка о дружбе народов. Там украинцы русские, курды, армяне, грузины. Какой-то конгломерат. Пограничники, шпионы. Когда я показывал это либрета нашим драматургам. Они в ужас приходили. Они в ужас. Хотя писал его, извините, муж Днина Анисимова, первая постановщица этого балета во время войны, известнейший испанист, очень крупный филолог Державин. Но он, видимо, хотел попасть во время. Тогда это было очень важно, очень модно. Все фильмы были о шпионах. В борьбе с ними, с диверсантами. Война, понимаете, во время войны. И, конечно, это либретто, оно и держало всех зарубки за ноги. Оно и мешало. А уйти от него довольно трудно. Надо придумать что-то другое. Как уйти, я тоже не знал, как. Но ушли. Я вынужден был уйти. Конечно. Хорошо ушли, кстати говоря. Хорошо ушли. Убрали всю эту подноготную советскую. И оставили вечный конфликт любви, так сказать, и традиций каких-то древних. Свободы человека. И квартет, и квартет, и трио, и дуэты, и соло, и вариации. И соблюдены вот этот вот закон, две пары, лирическая и героическая, и пара, оттеняющая их. И злодей. Ну, не совсем злодей. Как раз он, в общем-то, довольно показан деликатно. Он страдает сам, этот человек. И мне его жалко, честно говоря. Вот и ей жалко. Скажите, она тоже героиня Гаяна переживает от того, что она вынуждена его отказать и нарушить закон. Некий древний закон, да. Актер у вас потрясающий. Мне это нравится, что они... Понимаю. А скажите, балет вот все 40 лет не сходит со сцены, или это редакция? Нет. У нас была война в Армении. С Азербайджаном, вы знаете. Ну, мы разговаривали... Годы театр был закрыт. В городе не было света. Мы жили без света, без хлеба, без воды. Как существовали. Не надо плохие воспоминания, но это прошло. Да, дай бог, чтобы все это было позади. Меня в это время, мою семью, спасли мои друзья. Они узнали, что мы там в голоде. Володя Васильевна, Максимова. Они меня вызвали и вытащили в Корею, потом в Аргентину, чтобы мы прожили как-то вне дома. А балет не работал. Театр не работал. И когда вы возобновили эту постановку? Вот после всего этого прошло 20 лет. Такой интервал. Через 20 лет немножко жизнь стала дышать в городе. А где вы готовите танцовщиков? Вот это вот интересно. У нас очень хорошая школа. У нас по всему миру мужские танцовщики в любом театре. В Германии, во Франции, в Лондоне. И мой сын в том числе. Вы знаете, что меня что поразило? У вас же свое училище есть. Меня поразила ваша культура исполнительская. Блестяще танцуют. И в смысле рисунка, и в смысле техники. Чистоты танца, культуры танца, нюансировки танца. Все это есть. Школа у вас, видимо, замечательная. Но мне приятно отметить, что все-таки основателем, я прочитала сегодня, основателем театра, который потом носил имя спиндярова, армянского балета. Был выпускник нашего Петроградского, Петербургского училища, балетной школы, Пресняков, Валентин Пресняков. В 1933 году. То есть традиции петербургского балета были заложены. И потом была масса других бредмейстеров. Валентин Преснякова, Гакцина, Варханов, Лавровский. Все были у нас. И Дудинская, Сергеев. Все были заложены традиции нашей русской балетной школы. Я лет 20 руководил балетом, но... Вы сейчас руководите, да? Но я ушел из руководства очень много лет. Это сегодня меня привели. На гастроли, что ли, специально? Нет. Нет. Привели на самом деле, но я давно не работал в театре. А почему что вы делали? Я делал спокойную жизнь. В театральном институте я... Мне дали звание профессора. Такую же зарплату, как главный балетный старт получает. Но... Труд. Вы не скучали по театру, по трубе? Какой-то период... Нет. Отдыхал. Очень хорошо отдыхал. Потом скучал. И потом меня пригласили. Пригласили вот недавно. Опять руководили. Можете, вы знаете, меня что особо так поразило и порадовало, что очень современная лексика. Это такое впечатление, что балет сделан вот только что. Настолько насыщенный, вот современными какими-то, сложными поддержками, переходами. когда после долгого перерыва я вернулся к этому балету, театр захотел восстановить Гаяне, конечно, я уже ту старую версию чуть-чуть отодвинул и стал делать чуть ближе к сегодняшнему языку. Естественно, каждые 10 лет у нас все меняется. Скажите, но вы считаете, что на этом уже можно остановиться? Или если вам предложат еще раз вернуть, или через 10 лет, вы еще что-то сделаете? Мне кажется, что уже балет вот в той самой форме, когда можно не трогать. Я обожаю Хачатуряна. Я делал Испартак. Ну вы не оригинальный в этом, мы все его обожаем. Ну слава богу. Делал Испартак, и Гаяне в разных странах. Во многих странах. И Гаяне, Испартак. Гаяне, наверное, 7-8 странах ставили. Да нет, не очень-то много Гаяне. Нет, Гаяне нет, и я вот сегодня вспоминала о том, что практически современных зрителей, только вот, ну, Ольга Ивановна это помнит. Нет, я только помню Эйхмана. Нет, я знаю Курды, у нас великолепно идет Сюита, так называемые Курды. Эйхмана болела очень интересно, да, но это было в 1972 году, между прочим. Примерно по одной и той же время. Сюита, они снимали, не на ней, вистяще поставили. Кстати, очень много движений, и здесь есть перекликающихся. Ну, армянские. Ну, они национальные, да. Это дело во время войны. Вряд ли она имела возможность консультироваться во время войны. как она была в Армении? Во время войны? Да, была в Армении. Специально ездила, чтобы изучить, я этого не знала. Она в Армении была, в Армении поставила спектакль. Сначала она поставила во время войны в Перми. Перми, потом в Армении. Она во время войны не могла консультироваться, не до этого было. Но, она изучала в Армении. Она идет даже в училище в нашем балетном. Она в программе экзамена АРБ каждый раз, поэтому все это мы знаем. С огромным успехом. Это талантливая была женщина. Талантливая была женщина. Женщина и персонал. И Боря, мой очень хороший приятель. Да. Мы друзья с Борей. А какие планы у вас сейчас? Планы? Вы знаете, поскольку я вот только начал руководить, мне так хочется Армении Ильича третий балет поставить. Маскарад. Давно не идет. Я танцевал когда-то в роли Арбенина. И балет перестал действовать. Не идет. Много лет. Скучный, однообразная музыка была. Трех актов. Я взял музыканта, попросил. Занялся музыкой. Нашли вот двухактный вариант. Не три, а два акта. И драматургия от этого лучше стала гулять по музыке. Более насыщенная, более динамичная. Роман с Ниной. Вы знаете, получилось, получилось, что достаточно. Для двух частей. Нет еще. Нет, но как сказал Андроник, у вас в планах. Да, в планах. Я работал с пианисткой, работал знатоком вот этой музыки, в кино музыки, там много из фильма есть, маскарад, и драматического театра есть спектакли для драмы. собрали. И сейчас вот будем редактировать музыку. Я с удовольствием поставлю Лермонтовский маскарад. У вас такие замечательные солисты. Вот даже сейчас я уже вижу и Нину, и Арбенина, и Звездича. У вас замечательные солисты, просто талантливые люди. И очень интересные актершки они делают. Каждый по своему. Вот вчера были одни, сегодня совсем другие. И они не копируют друг друга, находят свои краски. И просто могу вас поздравить с тем, что у вас такая значительная ошибка. Делайте маскарад скорее. Буду. Делайте и привозите его к нам. Приглашайте. Я бытова вас уже приглашаю. Сразу привезу. Спасибо огромное. Спасибо. Я рад была познакомиться. Ну что, прозвучал третий звонок. Музыканты занимают место в оркестре и буквально через несколько мгновений начнется третье действие балета ГНН и вот уж там-то конечно будет танец с саплями. Конечно. Наконец-то.